Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Вот встала и думаю, что же мне на обед приготовить? Ага, курочка есть, то есть не курочка, а уточка. И курочка у меня есть. Вот, уточка. Взяла кусочек небольшой уточки и отвариваю. Когда она отварится, я буду готовить суп с перловкой. Я уже готовила там с перловкой, но то просто был суп. А это я буду готовить вот как квасок, то есть на томате. То есть томатная паста, или же на морсе, или же на томатном соке. У кого что есть. Будете смотреть по своим запасам, у кого что есть. Я всегда готовлю простые блюда. Вот что есть у меня, из того я стараюсь приготовить. Очень вкусненькое блюдо. Итак, я готовлю на литровую кастрюльку. Я взяла этот кусочек мяса, он у меня уже отваривается. То есть он еще и не готов, но уже почти что готов. Я вот пробую ножом, прокалывается, кровь не идет. Теперь я беру сюда 2 столовых ложки перловки, помыла. Теперь я взяла, пока варится мясо, я налила водички, пусть она немножечко замочится. А можно и не замачивать. Теперь, пока мясо у нас до готовности будет свариться оно, я бросаю сюда перловку, потому что перловка долго варится. Но, конечно, сейчас вот какая перловка, вот я знаю, как у нас на Украине сейчас, перловка, она не такая вот, как раньше было. Она долго варилась, перловка. Это уже более-менее, меньше варится перловка. Итак, вот она будет здесь вариться. Сразу же я заброшу сюда лавровый листик, для того, чтобы он побольше, побольше дал свой вкус сюда. Все, теперь я накрою крышечкой и пусть варится до готовности. Если у вас появится пенка, вы пенку обязательно шумовкой снимаете. Если вы не снимете пенку, у вас будет бульон серый, а вам надо, чтобы он был красивый, желтенький, прозрачный. Итак, перловка у нас уже полуготова. Я взяла соль, посолила, солите по вкусу. И еще, дорогие мои, я вот суп всегда люблю, чтобы был реденький, чтобы плавала крупа, чтобы каждый овощ плавал, чтобы было красиво. Но не люблю я густое. Если вы любите густой суп, чтобы было как каша, можете тогда побольше, там, 4 ложки перловки насыпать. Это уже будете по своему усмотрению смотреть. Итак, мы посолили. Теперь я возьму луковицу, одну луковицу, репчатый лук. Но я его брошу, как всегда, я бросаю, вот и вам советую, в такие супы из курицы, из утки, гусей, таминюка, ну, короче, утины все эти, птица. Всегда мы берем и просто вот так вот надрезаем на две части, вот на одну часть и сюда бросаем. Пусть он выварится, этот лучок. А когда он спарится, мы его выбросим. Это кто не любит. Но есть люди, которые любят кушать вареный лук. Значит, скушаете его. Вот. Но вот так вот меленько не нужно нарезать. Все, мы забросили сюда лук. Теперь, поскольку перловка у нас уже готова, я готовила, сразу же приготовила все продукты, чтобы вас не задерживать. Три-четыре картошки. Эта картошка у меня быстро варится. А если у вас картошка варится долго, значит, вы ее будете бросать уже вместе с перловкой. Ну, сначала поварится перловка, чтобы была такая вот чуть-чуть сыроватая, но и готовая. Вот. И тогда забрасываете. А у меня она быстрая. Поэтому я сейчас дождалась того момента, когда у нас перловка будет готова. И я забрасываю сюда три средних картошки. Ну, вот я ее замочила. Для чего? Вот я ее почистила, нарезала и замочила. Налила водичку, чтобы она в водичке была. Для чего? Вы знаете. А кто не знает, я напомню еще разочек. Картошку мы замочили. Когда почистили, а еще вы не бросаете, чтобы она не почернела и не посинела, мы ее заливаем водичкой. Тогда вот, смотрите, какая она беленькая и красивенькая. Все. Сейчас я забрасываю сюда картошечку. Делаю огонек побольше. И пусть варится. Теперь. Теперь мне нужно сюда бросить морковку. Морковку я беру кусочек. Ну, совершенно вот такой небольшой кусочек. Сильно много морковки не надо. Просто так вот, для красоты и для вкуса небольшого. Если вы много туда морковки натрете, то это будет мамалыга. Ну, вот у меня вот кусочек совсем на меленькой терке. Я вместе с картошечкой, потому что картошка у меня очень быстро варится. Все. Забросила. И сразу же сейчас я заброшу, чтобы выварился горький душистый перчик. Горошка. Для чего? В такие супы просто вот молоть перец. Не годится. Можете, конечно. Но тогда у вас бульончик будет непрозрачный, а будет такой темный, мутный. Поэтому я сюда забрасываю вот этот перчик. И пусть он пока вот хорошо поварится, пока картошка все это сварится. И он отдаст свой этот вкус и душистый, и горький. Теперь, пока вот это будет вариться, мы сразу же можем, поскольку у меня, дорогие мои, кто-то скажет, ой, неправильно вы забрасываете. Я исхожу из своих продуктов. Картошка у меня быстро варится. Поэтому я сейчас все сразу сюда бросаю. Эта же морковка все быстро варится. Я сюда сейчас же заброшу молгарский перчик. Как всегда, я замораживаю. У кого нет замороженного, вы берете там пол перчика, нарезаете меленько и бросаете. Тут у меня зеленый лучок. Петрушка сейчас я накрашу у меня. Вот она свежая. Потом укропчик. Поскольку они заморожены, они дольше будут вариться. Все, я сюда же бросаю. Пусть вместе с этим отваривается. Ну и сейчас я накрашу петрушку и тоже сюда заброшу. Ну вот, мы забросили все продукты. Пусть отвариваются. Посмотрите, какой красивый у нас супчик получается. Теперь я беру 3-4 зубчика чеснока и на чеснодавочки давлю. Вот, и бросаем сюда же суп. Чеснок, чем больше чеснока в таком супике, он будет давать очень такой вкусненький вкус. Так что вы смотрите, кому нельзя чеснока, ну тогда 1 зубчик, 2 зубчика. Я люблю в таких супах побольше. Тогда он будет очень ароматный и вкусный. Он же быстро сейчас выварится. И сразу же, вот я помешала, огонек у меня нормальный. Вот, если у вас вода выкипела, можете долить водички. Теперь, я должна сюда, в этот супик, должна налить сюда то ли томат, то ли томатную пасту, то ли морс. Вот у меня морс. Уже у меня он морс выдавленный, процеженный через друшлаг. А это у меня, вот это у меня паста. Это паста у меня. Значит, я взяла, вот я люблю такой, чтобы вкус был и бочковой, и вот пасты. Я соединила по вкусу, по своему, вот 2 ложечки или 3 ложечки вот этого морса и полную ложку томатной пасты. Теперь я это все заправлю. А вы смотрите, что у вас есть там. Если томат, томатная паста, постепенно по одной ложечке сюда наливайте и пробуйте обязательно, чтобы вкус у вас был хороший, чтобы не перекислить, чтобы был нормальный, чтобы приятно было кушать. А то, если так вот вы не будете пробовать, тогда у вас будет этот суп или соленый, или недосоленный, или не кислый. Так что нужно обязательно пробовать. Все. Сейчас я делаю огонек побольше и пусть варится до готовности. Итак, мы ставим на маленький огонек и минут 5 пройдет, закипит и будем выключать. А пока мы еще не выключили наш супик, я хочу дать такой советик. Вот мы покупаем когда пасту, томатную пасту и в холодильнике храним. Вот вы половину уже использовали пасты, а половину мы ставим в холодильник. Но очень часто, не очень часто, а почти всегда паста вот сверху, она покрывается плесенью. Поэтому я хочу посоветовать вот такой вот очень даже хороший советик. Берете эту пищевую пленку, выливаете сюда пасту, заворачиваете пасту в эту пищевую пленочку и кладете в морозилку. Я уже не раз так делала и мне очень нравится. Паста эта не пропадает, она в таком же виде и вы не будете просто выбрасывать продукты. Вот, посмотрите, вот такой вот кусочек. Сейчас я помещу в морозилку, в следующий раз мне надо будет борщ варить или еще что-то. И я буду доставать из морозилки и готовить мой борщик. Все, так, выключаю. Наш суп готов. Приятного всем аппетита. Итак, суп я готов. Сейчас будем кушать его. Кушаем со сметанкой. У кого нет сметаны, он будет и без сметаны вкусный. Но со сметанкой будет вкуснее. Все, дорогие мои, на этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой канал, что непонятно, спрашивайте. Или же свои рецептики пишите в комментариях. У кого есть вкусненькие супы, я тоже могу приготовить и поделиться тоже с другими пользователями. Все, дорогие мои, всем, всех, всех, всех благ. Счастья, благополучия, достатка и всего самого-самого хорошего. Ну и, конечно, главное, здоровье и чистое небо над головой. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok